МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как и предсказывали врачи, сообщает первая полоса газеты «Известия», сезонная эпидемия ОРВИ и гриппа медленно, но верно разрастается. Эпид-пороги по заболеваемости превышены в 59 регионах. Ну, что говорить, грипп не дремлет. Вот фотография. Вот фотография. Вот наши любимые персонажи. Сереж, твой любимый персонаж, я так понимаю, медсестра? Меня... Что на заднем плане? Это Прокофьев на портрете. Портрет Прокофьева. Что логично для гриппа? Вообще для медицины логичен больше Прокофьев. Хотя иногда Скрябин. Но это вхожено в нейрологических. Вхожено глинка больше. Нет, Прокофьев, Петя и грипп. Это он же написал? Да. Петя и грипп? Петя и грипп, похожий на волка. Значит, друзья, ну что здесь? Здесь медсестра, вакцинация. Анищенко, который говорит о том, что, конечно, нужно... Можно мне побольше иголку? А то... Это же... А то... Спасибо. Натягивается, но... Ты показываешь ковбойскую калитку сейчас. К чему эти аналогии? Значит, я хотел бы объяснить, а почему, собственно, грипп действительно свирепствует. Мне кажется, дело в нас самих. Потому что грипп страшен, и против этого надо бороться. Мне кажется, гораздо проще зрителям, которые собрались в студии, да и вам, объяснить это каким-нибудь очень понятным, простым методом. И научиться самим справляться. Здоровья, Саша, я сейчас тебе объясню. Скажите, пожалуйста, я обращаюсь к зрителям, есть ли кто-нибудь в водолазке или, может быть, в каком-то свитере с длинным горлом? Ну, просто если у... Вот, прошу. Спасибо огромное. Гарик, я специально... Я специально не позвал тебя, потому что ты тоже водолазкий, но она, к сожалению, цвет не подходящий. Как вас зовут? Леонид. Леонид, очень приятно. Леонид, значит, смотрите, Леонид, я вам еще объясню. Вот смотрите, Леонид, если ты не хочешь заразиться гриппом, прежде всего, вот смотрите. Вот, смотрите. И вот как бы в таком положении микробы не имеют возможности... Вот смотрите, я как бы... Нет, они туда, они сыпятся туда. Вот конфетти, вот смотрите. Это как бы микробы, да? Вот горсть микробов, да? Посмотрите, вы видите? И, Леонид, вы чувствуете микробы? Нет. Они распределяются у вас по плечам. Что же с этим делать? Смотрите, друзья. Леонид. Да надо просто... Подождите, я не могу понять, дышит ли Леонид. Вы дышите? Смотрите. Но если мы... Некоторые... Я предлагаю расчехлить. Расчехлить? Расчехлить. Расчехлить Леонида? Да. Мы попробовали некоторые экстрасенсы, да. В 82-м. Что ты собираешься делать? Расскажи. Я сейчас объясню. Некоторые, следуя за модой... Хотя этой моде уже много, тысяч лет. Модина расчехление... Это мода, когда они как бы... Леонид, сейчас, секундочку. Они как бы оп! И отрезают ненужные части. Видите? И вот. Расчехлить. Леонид, и вот здесь. И вот смотрите, и здесь уже... Некробам не сложно попасть вам в лицо. Прямо... Видите? Другой вопрос. Что Леонид... Спасибо вам огромное, Леонид. Это вы заберите с собой, отдадите родителям. Спасибо. Спасибо. На примере Лени... А я после этой процедуры могу его называть Леня. Да. В общем, это то, что связано с гриппом. Берегите себя и будьте бдитыми. Гадета «Новое известие». Статья называется «Нахально тащили». Во время недельного карантина из-за эпидемии гриппа домашние задания школьникам присылают по электронной почте. Вот задание, которое получили дети по электронной почте. Им нужно было перевести текст с использованием воровского жаргона на русский язык. Вот приводится ниже текст. Это задание. Да, это задание школьникам. Пожалуйста, Саша, текст. В 1565 году по всей Голландии прошла параша. Что папа антихрист. Голландцы начали шипеть на папу и раскурочивать монастыри. Римская курия, обиженная за пахана, подначило испанское правительство. Испанцы стали качать права, нахально тащили голландцев на исповедь. Откащиков сажали в кондей на трехсотку, отрицаловку пускали налево. Как выяснилось, учитель проходил с учениками тему «Разные стили речи». Скажи, пожалуйста, вот я сейчас читал, это уже переведенный вариант? Нет. Свердловский в школах – да. Ну, ты-то не и русского юмора. И русского языка. Знаменитая бажовская фень. Слушай, а я подумал, как это здорово, когда вообще таким образом детей готовят к взрослой жизни в некоторых регионах России. Вань, ну не так рано, это первый класс. Ну, человек должен в 9 лет быть готов к поножовщине. У вас в 9 лет в первый класс ходите? Те, кто-то, конечно. 9 лет. Три года ходят в первый класс. А потом, когда уже привыкнут, уже на уроки ходят. Там год за три идет просто. Я думаю, что двоечники обрадовались этому заданию. Потому что узнали слова. Да, знакомые. Трудовик обрадовался, он смог помочь. Я думаю, что много-то это. Он узнал несколько слов с наколками совпали. Ну, вот. Я думаю, что оценивать правильность или неправильность выполнения такого задания нужно тоже соответствующим образом. Не ставить тройки и четверки. Систему оценок перевести. А как-то называть это по-другому. Тройка. Ништяк. Сынок, что ты получил сегодня? Ништяк. Папа, ништяк. Пятерка, я знаю, как это. От души. От сердца. А братское сердце, это освобождение на четверть вообще. Братское сердце, иди погоди. А двойка, это шняга. Двойка шняга? Это ты про видеодвойку Айва? Это реально шняга. Мне кажется, что самое главное, это вот эту технологию перевести на другие предметы. Это же только по русскому языку было задание. Вот, например, посмотрите, какая интересная по математике задачка была. Вот смотри, Колян, Стасик Жиган. Или Витя полпальца. Ограбили банк. В результате Коляну дали 16 лет. Стасику. Стасику, спасибо, да. 14, а Вите 2. Вопрос. У кого... Кто из них сотрудничал со следствием? Может быть... Химия, например. Как при помощи чашки кипятка и пачки чая организовать веселый день рождения на 40 человек с просмотром мультфильмов? Хотя телевизора в доме нет. Валиков количество воды. Чифир-пати? Чифир-пати. Хотели? Надь. И по физике закон может быть. Тело, помещенное в камеру, вытесняют другие 6 тела. Если тело до этого уже было в камерах. Мне кажется, что самые интересные будут уроки физкультуры. Потому что прежде чем будут новые правила, прежде чем прыгнуть через козла... Опусти его. А ну чтоб... Ну чтоб... Опусти его. Не удариться, Валя. Ну, не знаю, друзья. Слушайте, я хочу стать защитой вообще системы образования. Да, то, что по интернету детям присылают вопросы, но и задания, это значит, что все-таки... Модернизация идет. Ну, нет, что-что? Это значит, во-первых, у многих школьников есть компьютеры. Больше я тебе скажу, многие школьники, у которых нет компьютеров, обрадовались, что их у них нет. Первый раз в жизни. Давайте дальше. Ребят, вот удивительная статья вышла в российской газете. Я объясню, что это за статья. Ну, все прекрасно понимают, что 21 век. Меняются очень многие вещи. В частности, меняется набивший оскоренный процесс, который называется оплата счетов за электроэнергию. Да, многие не знают, как оплата... Я, например, не знаю, как вычислять время там на этом счетчике, как... Как рассчитывать тарифы. Слава богу, российская газета отреагировала. Наконец-то. И теперь для всех, кто хочет понять, как платить за электроэнергию, вышла небольшая заметка. Друзья, я бы хотел объяснить, что это такое. Правило применения цен тарифов. Вы видите, да? Саша, тебе видно. Дать правильно рассчитать, сколько нужно потратить электроэнергии. Секунду. Я прочитаю, как это называется. Правило применения цен, в стопочках, тарифов, определения стоимости электрической энергии, мощности, реализуемой на розничных рынках по регулируемым ценам, тарифам, оплаты и отклонения фактических объемов потребления электрической энергии, мощности от договорных, а также возмещение расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии. И снова слово мощности, как бы, на территории необъединенных ценовые зоны оптового рынка. Получай, пенсионер! Наколевство! Дошло твое письмо! Вот она, упрощеночка-то! Евгений Петрович, давайте! Что, друзья, тут скажешь? Евгений Петрович сейчас заматывает. Евгений Петрович, заматывает уже резинку от трусов, которые держат его очки. Чамы. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вань, зам. Бороду тоже так, раз. Ну, все ж понятно. Я бы не спешил этот текст помещать в рамку и вешать на стену. Дело в том, что этот текст очень важный, потому что по нему можно делать очень много вещей. Помимо того, что любой человек, который вдруг неожиданно решил узнать кто-то новое в тригонометрии, в квантовой физике. И в клинописи. В клинописи. В гадании Таро. В гадании, потому что по этому документу можно гадать. Вот смотри, Сережа, я по пальцам вот просто ткнул, куда я попал. По-моему, в Египет и попал. Вот смотрите. Я, Сережа, все греческие буквы напоминают Египет. На самом деле, ребят, ну хватит организировать. На самом деле, все очень просто. Видимо, Греция раньше владела. Вот простое уравнение. Давайте. W полупик MR равно WR умножить на B умножить на вот это, буква M. Раз перевернули, буква M. Макдональд. Метро. Метро. Иди к метро. Прогуляйся. Подыши воздухом. Сбрось чуть-чуть. Покури. Выпей. Если здесь получается отрицательное число, иди в начало. Начинаем сразу же. Ребята, подождите, здесь на самом деле все понятно. У меня техническое образование. Сейчас, ребята, все. Так. У нас была двухбальная система в школе. Двухбальная? Тихо, 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 тихо. Все, ребята, все понятно. Что? Тарифы вырастут. Вань. Кроме тарифов. Нет, нет, нет. Пугает меня не это. А что? Пугает меня одна надпись. Вот она здесь. Конец света. Покажите ее внизу. Окончание на странице 24. Нет, это окончание начинается с 24-й страницы и вперед. Слушай, тот, кто до конца этих расчетов дойдет, я бы этого человека принимал без экзамена в МГУ, можно было принимать. Саша, этот человек уже, он отказался от миллиона долларов уже. Перельма? Он откажется от МГУ. Но тут очень важно. Я убежден, что некоторым, конечно, после прочтения такого документа станет плохо от радости. Безусловно, что так просто решается вопрос оплаты электроэнергии. Мы переворачиваем страницу и, как нельзя кстати, короткий очерк о том, как предоставляется медицинская помощь по обязательному медицинскому страхованию. Вот здесь. И здесь. Вот это вам нужно сказать в регистратуре. Будет хоть одна ошибка. Конец очереди. Перейдем к следующей новости. Так, в ресторанах Грузии за исполнение песен на русском языке будут штрафовать на 270 долларов. С праздником! Грузинский телеканал Маэстро показал любопытный репортаж. В службу доходов Минфина Грузии вызвали директоров крупнейших ресторанов, которые предупредили, что из-за исполнения песен на русском заведении будут оштрафованы на 500 лари, то есть 277 долларов. Заметьте, как за прочтение курс уже скаканул доллары. 277, уже 277. Друзья, все, уже в Грузии не попоем на русском языке. Друзья, нужно... Что мы любим делать по пятнице. А как, ну все равно же заказывают эту песню в основном на русском языке. Знаете что, я думаю, что по традиции в Грузии будут переведены русские песни на английский язык. А, ну там вообще переход на английский язык. И исполняться эти песни будут на английском языке, и все, я думаю, никаких проблем не будет. Сейчас английский язык изучается в Грузии. Ей не оштрафовать никак. Ей не оштрафовать никак. А песни-то наши. Вон, в темном зале ресторана, знаменитая песня «Ах, какая женщина», да? Ну, в темном зале ресторана, это я еще пою, Гарик, для тебя. Ты уже начал переводить, я еще пою на русском. В темном зале, например. In the dark hall of the restaurant. In the dark hall of the restaurant. In the middle of the kitchen. In the middle of the kitchen. In the middle of the kitchen. А что за тейбл? Ну, kitchen. You are sitting in the half-aboard. Вот так. Например. Пол-оборота, как перевести? Health-aboard. Health-aboard. Что там? Какие хиты есть? А там есть еще это «Пристань загулявшего поэта», но это невозможно перевести на английский. «Пристань за...» Просто «Ярославль». И тут из-за соседнего стола кто-то... «Онли...» «Во...» Как там? По-английски такой же... «Шаттл водки». «Шаттл водки» on the table. «Шаттл водки»? «Шаттл водки» — это то, что с тобой происходит, Серега. «Арюта» — это «шот». «Давай запускай Серегу» — это «Шаттл водки». «Запускай Voyager». Ну а какие еще русские песни поют в ресторанах, Гарик? Все, эти две. «Рюмка водки» на столе. Ну давайте какую-то еще переведите. «Наусладу». Слушайте. «I am sitting on cabriolet and going somewhere else and you coming, I am not here and you're here, I am here, I am...» «I am...» «I am...» И дальше повтор. «I am sitting on...» А, например, «мама, о май гад, I am ни капли не пьян». Я вот тут все сложно. Это тоже не переводится, поэтому «Ярославль». 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 Ну что же, по-моему, хорошее начинание. Может быть... А к чему мы начали это все переводить? Потому что будут штрафовать. Другой разговор. Чтобы не отштрафовать. Имей 240 долларов, 270 долларов в кармане можно. Можно погулять. Ну что можно сказать? Я верю в мудрость грузинских властей и тех, кто принимает закон. Естественно, это решение какого-то безумного чиновника, какого-то человека, который в караоке набирает 76 баллов. Ванька, Сереж, Саш, послушайте, одна из главных новостей, которая пришла нам через газету «Известия». Значит, «Известия» пишет завтра, ребята, завтра. Это, ну-ка, с пометкой срочно? С пометкой максимально срочно. Завтра в Москве будет минус два и снег. И вновь эта новость стала новостью для коммунальных служб Москвы. Что, оказывается, в феврале может выпасть снег. В Москве, как гром среди диастого неба, снежинки падают. Что это, боже мой? Страна опять не готова к зиме. Друзья, и снова... Саш, из года в год. Из года в год. Саш, я тебе скажу, последние, это уже стало повторяться, последние несколько тысяч лет в этой стране... После осени какая-то шняга. И каждый год это удивление. В ноябре мы же ждали в... Вы не могли... В ноябре? Реально, люди, которые работают в коммунальных службах, у меня такое ощущение, что они реально удивляются, что в этих широтах такая погода вообще. Что они знают, что есть такое физическое явление, когда ставишь стакан воды на улицу, и он замерзает. Невозможно пить с утра. Ну что это за физическое явление? Откуда в стаканчике лед? Проделки мистера Фикса удивляются в коммунальных службах. Ну а как объяснить еще этим людям, что надо готовиться к зиме? По-любасу с октября будет холодно до апреля. В каждом году. Гарик, мы уже поняли, что за столом пророк. Гарик, наконец-то назвал... Есть пророк в нашем отечестве? Серега, вот скажи, в Екатеринбурге есть такое явление, когда ставишь воду на улицу, а утром... Да, но не обязательно ставить ее на улицу, можно в центр комнаты поставить, и все. К утру изморок? То же самое, да. Ну я очень надеюсь, что нас сейчас смотрят чиновники в коммунальных службах. Но так как у них нет действенных методов, может мы сами за столом, я осмелюсь напомнить, сидят четыре человека с высшим образованием. Добро пожаловать. Нет, ну, поздравьте меня, скажу, скажу так, как в случае села четверки. Вот так условное наказание стало высшим образованием. Нет, давайте действительно предложим какие-то, если эти люди каждый год удивляются. Предлагай, давай, Вань, с тебя начнем. Значит, я предлагаю сделать следующее. Ну, первое. Значит, вплотную заняться снегом. Снегом нагле. Прямо в морду сыпь. Наказывать снег? Наказывать снег. Это классно. Давайте я буду запить. Наказывать снег. Сереж, дай, пожалуйста, ручку. Эпенцл. Сережа, Эпен, верни диплом. У нас опять диплом. Эпенцл. Эпенцл. Вань, смотри, давай, пишем еще раз. Я впервые пишу для известий, но дельно. Так, первое. Наказывать снег. Да. Я предлагаю. Тупо избиение. Подожди, подожди. Давай просто. Давай так. Посадить пару сугробов, чтобы остальным было не поважно. Давай так. Потом допросить. Запретить снежинкам собираться в сугробы. Особенно несанкционированные сугробы. Несанкционированные сугробы. А вообще, за 10 дней, чтобы снег сообщал, где он выпадет, в какое время, и с какими лозунгами. Если снег будет говорить, что я не дозвонился, факс, и никто не брал трубку, то через астропейджинг единственная женщина осталась, работает, примет. Кстати, почему бы Геннадий Онищенко не выступить с предложением? Он же все время что-то предлагает. Да. Зима должна быть не замороженной, а охлажденной. В его стиле. Давайте проще сделаем. Что мы паримся? Это ты какой, Саша, а? Слушайте, что с этой проблемой делать? Я знаю, вот все севернее, севернее Воронежа, просто сделать сплошной теплый пол. Вместо асфальта. Вместо асфальта, потому что асфальт еще дороже, понимаешь? Нет, а почему только какой-то один регион? Давайте всю Россию сделаем теплой. Это хорошее название для партии «Теплая Россия». Приветствую вас на съезде, теплоросов. Дорогие теплоросы, хотя бы оденьте, женщины. Сядьте плотнее, сядьте плотнее, полейте немного пивка на камни, начинаем. До свидания. Начинаем. Начинаем просто, начинаем. Начинаем мы. А дальше уже кто к чего начинает, это уже. Кто-то говорит, у меня ол-ин, кто-то говорит, там. А мне завтра в Кельсинки. Кто, значит, начинай. Друзья, слушайте, какие еще методы? Смотри. А борьба с сосульками? Идет борьба с сосульками, ребята. Человеческо-сосулистая война. Проблема как раз, вот его ошибка. Проблема в том, что человек не участвует в борьбе с сосульками. Сосульки сами по себе возникают, растут. Гарри, где-то сосульки по всей стране, по всей стране. Никто не вмешивается в эту пищевую пирамиду. Круговорот сосульок. Говорят, что в Петербурге живет королева сосуль. Снежная королева. Снежная королева. Сосульная королева. Так вот, говорят, что в Петербурге обратились к жителям сбивать сосульки. Жители сами должны бороться. Нет, вот я хочу сказать, что этого никто делать не будет. Потому что надо мотивировать граждан и жителей города. Человек как? Он выйдет, просто возьмет лопату, будет сбивать сосульки с Исакия? Сосульки с Исакия? Сосульки с Исакия, отройдите к седьмому терминалу. Слушайте, никто этого делать не будет. Ни один житель Петербурга. Это народный герой Абхазский. Жителей города нужно мотивировать как-то. Мотивировать? А как можно их мотивировать, Вань? У меня есть только одно предложение. Что давай предложить? Сосульная лотерея. Это замечательное предложение, Гарик. Тем более, что многие лотереи до этого момента как бы тоже неофициально считались сосульными. В чем смысл? Ну как, сбиваешь сосульки, в каждой сотой сосульки там приз, там, поездка в Таиланде. Слушай, как ты загорел? Я сбил сосулю. Я сбил сосулю. Человек, как бы перепрыгивая события. А скажи мне, а Петербурге, где гигантские сосулищи? А там в каждой десятой... Сбей сосулю! В каждой десятой сосуле рюкзак. Можно инициировать активность же не только граждан, но и префектур. Например, зарплату префектов можно прятать под снегом. Зарывать снег. Зарывать снег. И не говорить, где зарыли. Смотрите. Все будут искать, и все почистят. Они и так прячут зарплату, и не говорят, где. А тут мы как бы пойдем дальше. Мы спрячем зарплату, и не скажем, где. Виктория, это уже викторина. Отбери зарплату... Где бабосы? Спрячь зарплату префектуры. На самом деле... Можно просто снегу объявить недоверие, и пусть в Лондоне выпадает. С женой со своей метелицей? Раз уж вы. Ну что же, друзья, а я напоминаю, как в случае с гриппом, как в случае с образованием, так и в случае с зимой. Все в ваших руках. Посмотрите в ваши руки. Если в одной руке лом, а в другой совковая лопата, вы получаете не больше 5000 рублей в месяц. Ребята, у меня есть какое предложение. Вопросы. Давайте узнаем у наших гостей в студии. Ребята, любые вопросы. Ну, пожалуйста, поднимайте руки. Налетай на ответчиков. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, слушаем вас. Нургалеевс предложил называть милиционеров господами полицейскими. Да, господин полицейский. Как вы прокомментируете это? Я считаю, что... Ну, раньше было принято, что господа все в Париже. Я представлю сейчас этого, вот этих трех господ, ППСников, которые... Вань, я не поддерживаю. Ты нас никогда не поддерживал, не понимаешь, чего это сейчас бы ты начал. Я как приехал в 94-м, так и их называюсь в 94-м. Господа! Господа полицейские, вот мои документы. Я еду в теплый стан на выставку Гюстава Кюрбе. А в ответ тебе надо, а вот и нет, монами. Вы едете с нами. А с нами? Миссио! Миссио, вы едете с нами, прокатимся на вашем дирижансе. Жон, жон, обрати внимание, какая смешная форма носа. Ха-ха-ха-ха. Шармон! Шармон. Я хочу его рисовать. Не хватает вертикальных полос. Послушай, это уже месье жандарм тогда уже надо называть, а не господин полицейский. Саша, давай свои игры не вноси сюда. Шармон. 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 Господин полицейский. Звучит. Звучит. Нет, ну смотри, раньше обращались товарищ дворник там или товарищ водитель, товарищ полиционер, а теперь как, ко всем будет господин? Почему нет? Или только к полицейскому? Господин водитель трапа, мы туда едем? В аэропорту обычный диалог. Это не в аэропорту диалог, это диалог уже далеко по ленинградскому шоссе, когда на трапе ты едешь. Друзья, пожалуйста, вопросы. Я вижу, я вижу руку, я вижу вторую руку того же человека. Я вижу руку, я знаю. Вот эти, вот эти вот знаменитые две правые, вот эти. Скажите, пожалуйста. Нет, там девушка понимала руку, за вами. Да, вот той, которой вы рот заткнули, пожалуйста, будьте слушать. Как вы оцениваете важность такого дня, как вечер встречи выпускников? Ну, мы оцениваем его где-то долларов 700, я думаю, да? Сережа! Если, как говорят одноклассники, поднялся. Пожалуйста. Вань, я, ну ладно, хотел обидеть, у тебя был идиотский ответ. Чего его, да, слушаем вас, прошу вас. Как, как? Как, короткий опрос. Да никак. Как, как? Да никак. Так, так. Как вы думаете, почему карантин сделали только с первого по восьмой класс? Серьезный, серьезный вопрос. Кстати, действительно, почему с первого по восьмой? Почему этих здоровяков из четвертого отправляют домой? Да. Отдохликов из девятого Б. Малышню из девятого. Которые под штангой на чудный могут поднять ее, чтобы уйти домой из спортзала. Вот эти мячи, набитые песком, которые я до сих пор не знаю зачем в спортзалах. Зачем? Чтобы, если что, разрезать мяч, погасить пожар. Для этого? И сок всегда необходим. Слушайте, вот вы поставили на срок. Первый по восьмой, это да, период становления человека. Ведь именно в первом по восьмой, ты имеешь в виду что? Главные, как бы годы, понимаешь? Это так называемая зависть. Зависть? Взросление. Ты имеешь в виду что с девятый, десятый класс микробы уже не мешают человеку, а уже начинают украшать. С этого возраста микробы являются уже дополнением к удачному костюму, к брюкам. К костюму, да. Во-первых, во-вторых, это уже совершенно другие микробы. Повзрослевшие. Дело в том, что инфекция по-разному передается. С первого по восьмой класса она передается воздушно-капельным путем. А там уже появляются варианты. Вот, одновременно две руки, и, видимо, человек лежит там. Ногу и руку поднимает. Вот вы, да, поднимали руку, пожалуйста. Если человек за алкоголем пришел в 2159, ему его продадут? Если в 2159 человек пришел за алкоголем... Если заикается, то нет. Я вам открою секрет, друзья. Я просто знаю, если человек пришел в 2159 за алкоголем, вот это и называется минута славы. Здесь капуцел. Он говорит, дайте мне, пожалуйста, две бутылки водки, три бутылки рома, четыре бутылки коньяка, и тут три подорочицы. Три продавчицы, да? Одна не нажимает и говорит, а я бы посмотрела, как он в полуфинале купит. Слушайте, а ведь, представляете, как служит судьба славы. И я вел минуту славы, и Саша вел минуту славы. Все. Нам можно загадать желание с собой. Какой дурацкий. Поверь мне. Давай еще раз загадать, чтобы не вести эту программу. О, поднялась рука дрожащая, давайте. А почему таким, как Мавродин, на Руси жить хорошо? Ну что, хорошо, отсидел как следует. Отсидел 9 лет, вышел, Мавродин. Хорошо. Вышел и говорит, эх, хорошо. Хорошо жить. Еще что-нибудь замучу, соскучился по... Быстрее, вы что, забудитесь сесть, я там тапки оставил. Ну что ж, ребята, ребята, я предлагаю... Что? Я предлагаю, знаете, что сделать? Что? А давайте просто споем песню сейчас, вот как бы так. Но не плохую, а хорошую. Давайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому.